Несмотря на санкции и бойкоты, Россия до сих пор собирает по 800 миллионов долларов в день с продаж нефти и газа. Это больше, чем она получила в прошлом году. Пока мы платим 9, я не шучу, 9 долларов за галлон бензина в округе Медусина, Калифорния. Новости на CBS. Российский рубль является самой крепкой валютой в мире. Самой крепкой валютой в мире. Россия побеждает в экономическом противостоянии, и Путин даже не собирается выводить войска. Обратный эффект от санкций вызвал рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. Также растут опасения по возникновению гуманитарной катастрофы. Рано или поздно мирная договоренность должна быть заключена. Ему нет нужды торопиться со сделкой. Она ему не требуется. Знаете почему? Но он все равно хочет заключить сделку. Он бы предпочел мир на сегодня. Он сам хочет договориться о мире. А кто же не хочет договариваться? США и Зеленский. И это факт. Является ли Америка настоящей жертвой антироссийских санкций? И это написал Арнард Бертранд. О, мне кажется, я знаю этого мужичка. Помните заявление, что российская экономика по объемам незначительна, сравнивая с экономикой небольшой и не самой развитой европейской страны? Путин со своей экономикой размером с итальянскую, говорил сенатор Линдси Грэм в 2014-м после отторжения Крыма, играет в покер с двумя парами, но побеждает. О растущем дипломатическом и геополитическом влиянии России в Европе на Ближнем Востоке и в Азиатском регионе задавалась вопросом газета «Экономист» в 2019-м. Как экономика размером с испанскую сумела такого добиться? Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке мировых экономик. Французский экономист Жак Сапир, преподающий в московской и парижской экономических школах, недавно пояснил, что война на Украине заставила нас осознать, что российская экономика гораздо важнее, чем мы думали. Саркастическое музицирование. Для него одним из факторов такого просчета является валютный курс. Если вы сравниваете валовый внутренний продукт ВВП простым конвертированием значения с рублевого в долларовое, вы действительно получите цифру, близкую к значениям ВВП Испании. Но такое сравнение не имеет никакого смысла без относительно паритета покупательной способности. Мы это называем тройное П, которое отражает производительность и уровень качества жизни, иными словами, благосостояние и потребление на душу населения. И если вы замерите ВВП России на основании тройного П, вы увидите, что экономика России более сравнима с немецкой. Это 4,4 триллиона долларов для России в сравнении с 4,6 триллиона для Германии. Вместо экономики крошечной и слабой европейской страны мы видим крупнейшую экономику Европы и одну из крупнейших в мире. Это разница, которую не следует игнорировать. Шапир также предлагает нам задуматься, какова доля сектора услуг против промышленного и добывающего секторов. У нас, в США, все основано на услугах, а русские, он говорит, производят и добывают. Для него очевидно, что сектор услуг безбожно переоценен в сравнении с промышленным сектором и добычей таких комодики, как нефть, газ, медь или сельскохозяйственная продукция. Если мы отбросим пропорциональную важность услуг в глобальной экономике, имейте в виду, не будем считать горничных, официанток, это которые... Если откинем, российская экономика во много раз превосходит немецкую и составляет 5, а то и 6 процентов от общей мировой, скорее как японская, нежели испанская. И вы сразу поймете суть. Когда приходит время противоборства, мы осознаем, что гораздо важнее обеспечить людей тем, что действительно необходимо для выживания. Еда и энергия, чем неосязаемые блага, как, например, развлечения или финансовые услуги. Текущий кризис на Украине помог нам прояснить, как быстро мы привыкли недооценивать устаревшую долю современных экономик, промышленности, добычи, цены на продукцию которых взлетели в этом году, и как мы переоценивали роль услуг и современных технологий, ценность которых с недавних пор обрушивается. Размер и важность российской экономики также была искажена игнорированием международных грузопотоков, в которых долю России Сапир оценивает, возможно, 15 процентами. К примеру, если даже Россия и не является крупнейшим добытчиком нефти, она тем не менее является самым крупным экспортером нефти, обгоняя даже Саудовскую Аравию. То же самое касается многих других видов жизненно важной продукции. К примеру, пшеницы, важнейшего в мире зернового продукта, в отношении которой Россия имеет 19,5% мирового экспорта. Никеля 20,4%, полуготового железа 18,8%, платины 16,6% и замороженной рыбы 11,2%. Такое внушительное влияние на рынки жизненно важных товаров и сырья означает, что Россия, подобно считанным единицам стран на всей планете, во многих отношениях является стержнем в общемировой промышленной цепи. Попытка разорвать связи с Россией означает и будет означать в дальнейшем полную реорганизацию глобальной экономики. Прежде чем мы радостно опустим новый железный занавес, следовало бы взять паузу и задуматься, как много стран в мире добровольно встанут на нашу сторону. На нашу сторону.